Здравствуйте! В эфире субботний выпуск программы событий. С вами Марина Матвеевшина. И в ближайшие 20 минут вы узнаете самые интересные новости за эту неделю. В первые дни календарной зимы порадовали самарцев мягкой погодой и снегопадами. Декабрь в этом году обещает быть необычно теплым. В первой его половине температура воздуха будет колебаться от минус 5 до 3 градусов. Горожане вовсю радуются зиме и увлекаются созданием снежной скульптуры. Напротив здания, в котором располагается наш телеканал, появились вот такие снеговики. Похоже, дворцов вдохновение посетило внезапно. Фигурки разных размеров и даже снежный кот появились за считанные минуты. Вот такое оно предновогоднее настроение. В Самаре уже начали заготавливать елки к Новому году. Лесничество нового Буяна вновь порадует жителей молодыми и свежими деревьями. Одновременно стартовала ежегодная акция «Живой лес». Это когда заготавливают шишки, из которых потом вырастают новые хвойные. Из леса праздник на телекомпанию привезла Мариана Мирная. Новый год один из самых любимых праздников. И многим хочется, чтобы в доме была настоящая, самая пушистая, красивая, большая елка. Но чтобы елка долго стояла, ее нужно правильно выбрать. Для этого в лесничестве работают специалисты. Неправильную елку рубить нельзя. Дома должна стоять только исключительно правильная елка, срезанная в правильное время года. Сергей, можно ли нам сейчас срубить елочку, чтобы подарить нашей телекомпании? Насколько это долго или это все возможно? Конечно, можно. Это будет всего 5 секунд. Ежегодно областное лесничество заготавливает ели и сосны для жителей. В этом году хозяйство может предоставить до 50 тысяч деревьев без ущерба для природы. Вот в такую погоду, когда температура ниже 10-50 градусов, заготовку ведется новогодних елок. Она становится мягкая, пушистая. И человек, который приходит, когда покупает эту елку, он видит самую пушистую, красивую елку. Рубить елки без разрешения по-прежнему нельзя. Во всех хозяйствах, где выращивают новогодние деревья для продажи, работает патруль. На выездах скоро установят полицейские посты. За одну срубленную елку предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей на гражданина. На юридическое лицо от 200 до 300 тысяч рублей. И на должностное 20 до 40 тысяч рублей. Цена одной елки здесь от 60 рублей. За самую высокую до 5 метров и самую пушистую попросят около 2,5 тысяч рублей. Так. Ой. Тяжеленькая. Но я думаю, что на телекомпании «Самара ГИС» она вполне себе приживется. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Предчувствие праздника некоторые воспринимают за сам праздник и уже начали отмечать. Нетрезвая автоледи, которая устроила скандал в патрульном автомобиле ДПС, вполне может претендовать на звание антигероя недели. Видео, где девушка пытается съесть протокол, набирает все больше просмотров в интернете. Эксцентричной нарушительнице грозит лишение прав. Подробности этой скандальной истории выяснил Павел Баймаков. За рулем автомобиля эта девушка почти 7 лет. За это время она 25 раз нарушала правила дорожного движения. В основном превышала скорость. А вот на этот раз, по словам инспектора ДПС, села за руль пьяной. За счет! Ты имеешь право так делать? Я не имею право так делать. Я при исполнении, а вы вне предстояния. Вот вся разница. Вы правы? Можешь кричать? Ее автомобиль дорожные инспекторы заметили во дворе на улице Гагарина. Девушка перекрыла проезд. Это и вызвало подозрения у полицейских. Для того, чтобы определиться и выяснить все обстоятельства, то есть спросить в конечном итоге, не нужна ли помощь водителю, подошли к водительской двери. Вот в момент девушка, которая находилась на водительском сидении, начала неожиданное движение и начала уезжать. Около дома 59 по улице Гагарина машина была уже остановлена. Девушка выскочила с водительского сидения, то есть попыталась убежать. Не успокоилась автоледи, даже когда ее усадили в патрульный автомобиль. Пока составляли протокол, она продолжала грубить инспекторам. Сейчас спокойно, опорвите. Три минуты, опорвите ее, пожалуйста, быстрее. Быстрее, да. Открылась, билай. Пройти медосвидетельствование девушка отказалась, а когда поняла, что наказание неизбежно, попыталась съесть составленный протокол. Какой ты медосвидетельствовал? Протокол есть. Теперь нетрезвую автоледи ждет лишение прав и крупный штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, придется заплатить за штрафстоянку, куда отвезли ее автомобиль. Но самое страшное, уверены инспекторы, удалось предотвратить. С начала года в Самаре по вине нетрезвых водителей произошло 22 ДТП, в которых 10 человек погибли и почти 30 получили травмы. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Пьяные водителю наносят урон и своему здоровью. Врачи напоминают, прием даже одной-двух рюмок в день может повышать кровяное давление и негативно сказывается на сердце. Сердечно-сосудистые заболевания – главная угроза жизни современного человека. Ежегодно от них умирают почти 12 миллионов человек. В Самаре завершается строительство одного из передовых кардиоцентров страны. Валерия Макарова побывала на строительной площадке клиники сердца. Прямо за этой стеной находится кардиологический диспансер, который сейчас берет на себя всю нагрузку. Его и новую клинику соединят с переходом. Предполагается, что в старом корпусе будут проводить диагностику, готовить пациентов к операции и реабилитировать после нее. Существующий кардиоцентр построили еще в середине прошлого века. Его помещение плохо приспособлено под современное оборудование. Здесь нет даже компьютерного томографа. Его просто негде разместить. Мы стеснены теми рамками, в которых находимся. Для того, чтобы делать современные операции, уменьшать количество осложнений, нужно специфические вещи, которых мы тоже лишены. То есть операционные, с пропускными системами, со специальными ламинарными потоками. Клиника сердца – уникальный для России проект. Кардиохирургический центр будет отвечать европейским стандартам. Сейчас завершено основное строительство. Начались внутренние отделки и установка инженерного оборудования. Два этажа займут 8 операционных. Оборудованные по последнему слову техники, они позволят делать 11 тысяч сложных операций на сердце в год. Это в 3-4 раза больше, чем сейчас. Современные операционные, современная кардиохирургия – это как завод, как конвейер. Там специальные системы вентиляции, там специальные требования к организации процесса оборудования. Это все требует уже новых, больших помещений. В стране это первый подобный проект. Клиника строится в рамках государственно-частного партнерства, то есть на деньги инвесторов. В свою очередь государство гарантирует жителям лечение в клинике сердца по системе ОМС. Первых пациентов она начнет принимать летом 2016-го. Валерия Макарова, Константин Головин. События. В самом разгаре и строительство стадиона к Чемпионату мира по футболу. Во время возведения будущего рабочие нашли привет из прошлого. Уникальная находка на стройке стадиона. Камень, которому по предварительным оценкам более 200 миллионов лет, строители передали в Краеведческий музей. О каких страницах истории Самарского края он может рассказать, узнала Марина Кравцова. Кусок известняка со странными узорами на первый взгляд ничем не отличается от обычного камня. Но строители, увлекающиеся археологией и геологией, сразу разглядели в находке ценность, загадку времени. На начальных работах земляных был на глубине 6 метров. Был найден камень. Немножко он другого цвета, переливается. Причувствие строителей не подвело. Ученые утверждают, возраст камня почти 250 миллионов лет. Что означает узор, еще предстоит выяснить. Для исследования находку передали в Краеведческий музей имени Алабина. Как утверждают специалисты, камень может приоткрыть завесу тайны, какие же экзотические растения и деревья украшали территорию нынешней Самары в доисторические времена. На первый взгляд, вот этот необычный рисунок, он очень сильно напоминает ископаемые растения пермского периода. Если это вдруг все-таки отпечатки растений, то эта находка повышает на высокий уровень. Дело в том, что ископаемая растительность в Самарской области еще далеко не вся изучена. Пока научные сотрудники присматриваются к будущему экспонату музея, для строителей стадиона Самара-Арена провели экскурсию. Познакомили с не столь давней историей Самарского края. Масштабный спорт-объект, один из самых больших футбольных стадионов в стране, строит более тысячи человек, среди которых есть и специалисты из других регионов. Люди, которые его строят, они, если будут знать о Самарской области больше, и у них знания будут глубокие, их работа будет более происходить на таком уровне, ну, духовном, я бы сказал. Студенты-преподаватели Самарской академии культуры и искусств организовали небольшой концерт, где отразили культурные особенности и душевный настрой самарского народа. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. До будущего стадиона можно будет легко добраться на общественном транспорте. К чемпионату мира по футболу в Самаре обновят трамвайный парк. На этой неделе в свой первый рейс вышел новый низкопольный трамвай. Он будет проходить испытания полгода и уже получил прозвище. Какое, узнаете в следующем сюжете. В свой первый рейс отправляется второй самарский рыжик, как ласково его окрестили работники ТТУ. Подобная модель уже несколько лет ходит по рельсам города. Но новый вагон оказался еще лучше, восхищается водитель Наталья Вакарева. В кабине тепло, кресло подстраивается под вес и рост водителя, а окна сконструированы так, что практически нет мертвых зон. Да и весь трамвай оборудован несколькими видеокамерами, как внутри салона, так и снаружи. Вот здесь вижу салон с задней стороны, здесь с передней стороны салон. Это улица уже, вот где двери идут. Удобно то, что я за всем наблюдаю. Я вижу это все. И идет запись. Если что-то там нужно потом просмотреть, уже можно запись взять, посмотреть. Для пассажиров вагон постарались сделать также максимально удобным. Он низкопольный и оборудован откидной платформой для мам с детьми и маломобильных граждан. Ну так чистенько, а вот удобно или неудобно, это вот надо поездить, посмотреть. Я не могу ничего сказать, потому что первый раз еду. Парк давно обновлять пора. Просторный салон, экономичные лампочки на антивандальном креплении и бесплатный Wi-Fi. А также не имеющий аналогов разработка, умный автоинформатор. Он ориентируется под GPS и сам сообщает пассажирам о следующих остановках, независимо от водителя. На экране в салоне пассажиры смогут получать сообщения от МЧС или другие важные новости. Этот телевизор не для рекламы, подчеркивают создатели системы. Сам вагон изготовлен с большим запасом прочности. Это делает поездку безопасной как для пассажиров трамваи, так и для автомобилей участников ДТП. Вы видите на старых вагонах вот эта автосцепка, которая впереди, она очень травмирует пассажиров легковых автомобилей и водителей. Здесь она у нас складная и спрятана под элементами экстерьера. Полгода трамвай будет проходить испытания на Самарских улицах. Если модель зарекомендует себя с лучшей стороны, то такие вагоны возьмут на вооружение и закупят в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Там несколько маршрутов, пятый, потом двадцатый. Сейчас на нем написано маршрут номер пять. Это самый длинный, самый такой посещаемый большой грузопассажиропоток. Будем его испытывать на самом таком большом маршруте. Обновление парка ТТУ уже началось. В начале следующего года в Самару прибудут 20 новых трамваев и столько же троллейбусов. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Герои нашего следующего сюжета каждый день преодолевают обстоятельства и прежде всего самих себя. 3 декабря – Всемирный день инвалидов. В Самаре проживает более ста тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Но некоторые из них уверены – инвалидность отнюдь не приговор. Супружеская чета Сергей Татаринцев и Ольга Зубова, несмотря на недуг, и живут счастливо, и проехали уже полстраны. С удивительной семьей встретилась Лариса Шлафаст. Счастливо вместе. Ольга Зубова и Сергей Татаринцев душа в душу живут больше 20 лет. Их познакомили друзья. Тогда Сергей, так же, как и Ольга, передвигался на инвалидной коляске. Болели ноги. После ампутации мужчина может ходить на протезах и управлять машиной. Вместе с женой они проехали полстраны и даже побывали за границей. Из каждой поездки на память везут сувениры. В Тбилиси, вот тот медальончик. Это вот Греция. Поднимались в горы, плавали в море. В семейном архиве сотни фотографий из России, Абхазии, Греции, Грузии. Особенно запоминаются места, где для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудованы специальные площадки. В Крыму – пляж. В Батуми, например, для колясочников есть специальные качели. Качели специальные. На коляске туда прям заезжаешь и катаешься. Жизнерадостные и позитивные. На свои недуги Сергей и Ольга стараются внимания не обращать и жить полноценной жизнью. Кроме путешествий, они ходят на концерты любимых исполнителей и не пропускают ни один футбольный матч. Двигаться надо, потому что в собственном соку вариться – это не дело. У меня есть знакомые инвалиды, такие же, как у меня, диагноз. Сидят дома, никуда не вылазят, стесняются, на коляску съездят. Что я на коляску съела? Как это так? Меня люди увидят, что я на коляске. Для меня это вообще не проблема. Наоборот, ну а чего хорошего дома-то сидеть? И тут ты с людьми пообщаешься, куда ты съездишь? Мы вот и на концерты очень часто ездим. У Ольги и Сергея еще много планов. Недавно они воплотили в жизнь свою заветную мечту. Купили новую вместительную машину и уже готовы отправиться в новое путешествие. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Основной инстинкт. День матери по-своему отметили в Самарском зоопарке. Его сотрудники познакомили с самарских школьников с четвероногими родителями и их детенышами. Алина Чемерис узнала, кого из питомцев зоопарка можно назвать лучшей матерью. Родители маленькой Маруси в этом году здорово порадовали сотрудников зоопарка. Появление детенышей рыси здесь ждали несколько лет. Говорят, молодая кошечка растет активной и любит людей. В день матери посмотреть на малышей и их родителей пришли третьеклассники. Ребята уверены, животным мама нужна не меньше, чем людям. Очень много хищников, которые их могут съесть. И они не знают, как охотиться, добывать пищу. И их мама, папа у некоторых показывают, как охотиться, кормят и защищают. Если он будет жить хорошо, мама будет его хорошо кормить, он будет большим, сильным животным и красивым животным. В этом году в зоопарке родилось более сотни детенышей, если вместе считать потомство птиц, рептилий и зверей. Последний приплод – крокодиловые кайманы, которые появились на свет этой осенью. Но у рептилий материнский инстинкт оставляет желать лучшего. Детеныши с рождения предоставлены сами себе. Чего не скажешь о млекопитающих. Именно они становятся лучшими родителями. Дальневосточный леопард Фелиция – местная мать героини. За два года она родила и выкормила самостоятельно пятерых детенышей. Для многих животных неестественные условия являются стрессами, они просто отказывают от своего потомства. Но для Фелиции, лучшей матери самарского зоопарка, это не проблема. У большинства животных мама нужна обязательно и надолго. Если мы возьмем кошачьих, то это может быть год или два. Если лис и волков, то это обычно до года. Ну и, соответственно, чем меньше животных, тем меньше она находится с мамой. В следующем году в зоопарке ждут появления детенышей соболей. Здесь эти зверьки еще ни разу не приносили потомства. Маленьких соболят планируют приручать. Алина Чемери, Станислав Левин. События. Бычьи ядра с тыквенным соусом. Телятина с кукурузной полентой, салат из печени трески и еще много вкусного и оригинального. Во втором конкурсе поварского искусства «Вау-повар» приняли участие 14 лучших кулинаров Самары. Жаль, что телевидение не умеет еще передавать запахи. А вот Мариане Мирной повезло. Она попала на дегустацию изысканных блюд. Английский ростбиф с осколками планеты и грустными облаками. Романтическое название вполне простых и обычных ингредиентов, которые талантливый повар может смешать так, что получится не просто блюдо на каждый день, а настоящий кулинарный шедевр. Здесь молодой картофель, который обычно наши, так сказать, огородники, садовники, кто там не вместе все, они выкидывают маленький картофель, но самый ценный этот картофель. Опять обычная говядина, которую мы превращаем в более воздушную, в более хорошую. Здесь вы как можете заметить, это обычный белок, белок яйца, сделан у нас с травами, сделан с тыквой. 14 предприятий общественного питания демонстрируют гостям гастрономического праздника оригинальные блюда. Основное условие поварского конкурса – еда должна быть не только изобретательной, но и доступной для каждой хозяйки, даже для той, которая впервые оказалась на кухне. Некоторые говорят, что лучшие повара – это мужчины, но есть и женщины, которые готовы с этим поспорить. Женщины, которые могут не только в горящую избу войти и коня наскоку остановить, но и на большую кухню прийти и сотню людей накормить. Я лучше приготовлю, допустим, вкусного мяса с вкусным огнем, салатом. Конкурс «Вау-повар» проходит второй раз, но уже стал очень популярным как среди самих поваров, так и среди гурманов. Очень приятно, что данное мероприятие сегодня объединило одних из лучших поваров города, что, несмотря ни на какие санкции, наши повара продолжают радовать жителей города изысканными блюдами. Победители самого вкусного конкурса получат памятные статуэтки, цветы, ну и, конечно, звание лучших поваров Самары. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Такой Самару увидели наши корреспонденты на этой неделе. Ярких вам событий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok